литий способы избавиться от зависимости от белого золота из цикла земля экология люди по оценкам международного энергетического агентства мэр к 2030 году более 60 процентов автомобилей продаваемых во всем мире будут электрическими литий также известны как белое золото необходим не только для электромобилей но и для накопителей энергии мобильных телефонов и ноутбуков белосеребристый металл используется в литий-ионных батареях которые считаются одним из лучших вариантов для удержания заряда и эффективной подачи энергии сырье классифицируется ес как критическое потому что литий очень важен для промышленности и может возникнуть риск остановки поставок литий не редкость на земле но металл не часто бывает настолько сконцентрирован в горных породах чтобы его добыча была прибыльной австралия чили и китай в частности снабжают мир литием нарушение цепочек поставок часто создавала проблемы для промышленности и так какие варианты есть в ес чтобы стать менее зависимым от импорта лития всего 20 лет назад литий был относительно второстепенным товаром однако с возникновением литий-ионных аккумуляторов и появлением электромобилей литий стал пользоваться спросом в принципе есть два способа добычи белого золота с одной стороны литий находится в твердых породах например в австралии вторая возможность добывать литий из соленых озер их можно найти например в так называемом литиевом треугольники в чили аргентине и боливии уже засушливых районах добыча белого золота вызывает нехватку грунтовых вод поскольку для получения лития требуются многочисленные этапы испарения по оценкам международного энергетического агентства к 2040 году миру потребуется примерно в 40 раз больше лития для выполнения парижских климатических целей эксперты ожидают что производители смогут покрыть только половину потребностей литиевой промышленности к 2030 году сохраняя при этом климатические цели для производства одной тонны лития потребуется от 3 до 17 тонн углекислого газа это в 11 раз больше чем требуется для производства одной тонны стали 70 процентов всех выбросов приходится на переработку лития использовать резервы в европе в вольфсберге в каринтии находится одно из крупнейших месторождений лития в европе права на добычу были проданы австралийской компании европин литиум в 2011 году которая хочет добывать литий конечно можно было бы добывать больше лития в самой европе однако в среднем от открытия месторождения до производства лития проходит около 16 лет но уже сегодня в европе есть месторождение лития например в сербии или португалии но гражданские протесты мешают реализации проектов в этих странах в анализе журнала нейчи эксперты пишут в долгосрочной перспективе запуск большего количества шахт и перерабатывающих заводов это самый простой способ обеспечить энергетическую безопасность эксперты также видят большой потенциал в использовании европейских запасов лития с тремя или четырьмя литиевыми проектами в европе можно относительно быстро достичь до 30 процентов мирового производства лучшее использование отходов таким образом увеличение добычи лития в европе возможно но одного этого недостаточно для независимости от поставок если экстраполировать прогнозируемый спрос на целевые показатели 2050 году придется добывать примерно в 15 раз больше лития чем в прошлое 40 лет отходы это тоже проблема связанная с литием один процент лития вроде связан с 99 процентов отходов стратегия горнодобывающей промышленности заключается в том чтобы из всего сделать продукт это означает что эти отходы перерабатываются таким образом чтобы их можно было снова продать потому что свалки сложно организовать в европе мнению экспертов на ичи литий-ионная промышленность также может производить почти 8 миллионов тонн сульфата натрия после переработки отходов в 2030 году отходы по-прежнему либо складируются на свалках либо вывозятся за границу однако этот сульфат натрия можно снова перерабатывать и использовать для производства литий-ионных аккумуляторов повторное использование эксперты также считают более эффективное использование отходов частью пути к независимости основное правило гласит чем дольше вещества или продукты находятся в обращении тем лучше для окружающей среды производители в настоящее время говорят о сроке службы батареи от 7 до 10 лет из-за гарантийных обязательств производители автомобилей литий-ионные аккумуляторы в электромобилях необходимо заменять когда их остаточная емкость составляет 70 процентов причина этого в том что они больше не обеспечивают желаемой производительность есть идея что можно дольше держать эти батареи в обращении переработка литий-ионных аккумуляторов многие электромобили вскоре могут быть выведены из эксплуатации но что потом делать со всеми литий-ионными батареями одним из вариантов является переработка таких ингредиентов как литий технологии для этого уже существуют но с точки зрения масштабного использования на данный момент это прежде всего вопрос экономической эффективности новая директива и с по батареям которая скоро появится содержит четкие спецификации эта директива будет предусматривать что к 2030 году производители должны извлекать 90 процентов никеля и кобальта и 70 процентов лития из использованных литий-ионных батарей поиск альтернатив исследователи изобрели кислородный ионный аккумулятор он должен быть чрезвычайно прочным обходиться без редкоземельных элементов и решать проблему пожароопасности керамика используется вместо лития и там где другие типы батареи теряют емкость кислородно ионная батарея может восстанавливаться концепция батареи не предназначена для электромобилей или смартфонов есть и другие области где это решение работает и где использование литиевых батарей было бы расточительным кислородно ионная батарея может стать хорошим решением для больших систем хранения энергии видео подготовлено при участии команды периодического интернет-издания жаж club и при совместном использовании алгоритмов нейронных сетей и искусственного интеллекта